Но Александра Лукашенко предали анафеме. Он одержим дьяволом. Об этом объявила Белорусская Автокефальная Православная Церковь. Решение принято в канадском городе Торонто архиепископом Святославом Логиным. Во время богослужения в тексте говорится, что белорусский президент совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей. Он и его союзники совершают, цитата, «кровавые расправы над мирным населением в многострадальной Белоруссии». Отмечается там же самого Лукашенко Логин называет бывшим президентом, палачом и самозванцем. Архиепископ Святослав Логин сейчас на прямой связи с Дождем. Здравствуйте. Добрый день вам. Вы действительно считаете, что Александр Лукашенко одержим дьяволом? Я правильно понимаю? Да, мы решение приняли, эта церковь, уже опираючись на эту историю, 26-летнюю пребывание власти. Потому, можно сказать, что уже народ увидел, кто он есть. И я бы хотел подчеркнуть, что этот шаг беспрецедентный в истории белорусского православия. Редко это было, и знаем мы, скажем, наложение Кириллом Туровским манафемы на других членов церкви. Но за последние столетия в белорусском православии такого не было. Я бы хотел подчеркнуть, что это не популистский шаг, не какой-то политический. Тут нет никакой подоплеки, куда, как развиваться в Беларуси, скажем. А главное показано, как мы повинны жить. А жить мы повинны по законам Божьим. И когда попираются законы Божьи, попираются любовь христианская, то это приводит к непоправимым последствиям. Мы видим, что дальнейшее пребывание власти этого человека, оно ведет просто к разрушению государства, к уничтожению народа. Какие действия Александра Лукашенко свидетельствуют о том, что он одержим дьяволом? Ну, он как руководитель государства должен заботиться о народе, о государстве. А мы видим наоборот. Это открытые убийства на улицах, в тюрьмах. Это когда над людьми просто издеваются, когда попираются, скажем, могилы умерших, скажем, в Куропатах, где уничтожают кресты, поставленные на могилах наших предков, которые были расстреляны при сталинском режиме. Также мы видим все действия, которые приводят его к уничтожению самого народа. Например, уничтожается культура народа. Белорусы становятся как бы лишними на своей земле. Это язык, например, белорусский, это культура, это национальные все институты, в том числе белорусская церковь запрещена. То есть мы видим, что вроде он называет себя президентом Белоруссии, а ли действует против национальных интересов Белоруссии. Следили ли за тем, как другие конфессии давали оценку тем событиям, которые происходят, как, наверное, за несколько недель до выборов президента, так и все вот эти месяцы уже после? Да, мы наблюдаем очень в тесном контакте с другими конфессиями, и христианскими, даже не христианскими. Нас очень удивило единство людей в Белоруссии. Разных вер, разных конфессий, даже разных религий, они объединяются, потому что они понимают, что они дети белорусской Белоруссии, независимо даже от национальности, от религии. И взгляды этих разных людей, они одинаковые. И потому нас удивило именно единство верников разных конфессий, особенно на уровне не иерархии священства, а именно простых верников, которые объединяются в своих действиях, в своей вере, в своих понимании веры в Бога. Святослав, я бы с вами несколько поспорил, потому что все-таки единства, мне кажется, нет. Например, вот архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, в котором он говорит, что священникам епархии определено не участвовать в митингах, а также не высказывать свое политическое мнение, в том числе и в сети. То есть, фактически, есть некоторый запрет на высказывание своего мнения для священнослужителей. Ну, я, по-первых, сказал, на уровне, в первую очередь, верников объединения, а не только, скажем, священства или иерархии. По-другому, что, конечно, церковь, она не ведет никакую политическую деятельность или популистскую. Церковь должна оказывать духовную поддержку своему народу. И потому участие в митинге может быть, например, священника, как прочитание молитвы, призвание к миру, а не призвание, скажем, за кого-то голосовать или какую-то отстаивать. И тем не менее, например, глава католической церкви Кондрусевич еще до самого дня голосования говорил о том, что фальсификация, например, это тяжкий грех, ну, это и обман, да и лжесвидетельствование в некотором смысле тоже. А потом многие священнослужители высказывали совсем не политическую позицию, а говорили лишь о том, что избивать людей на улице палками мирных протестующих – это тоже не по-христиански. Ну, это и показывает преследование церквей, разных церквей, как мы видим. В принципе, все церкви теперь преследуются. Они знают такой церкви, которая бы открыто поддержала власти. Хоть, скажем, экзорхат белорусский московского патриархата, все-таки он действует по указке Москвы, но все-таки он считается с мнением народа. И не может открыто, скажем, поддерживать того же Лукашенко и его власть. Потому что мы должны действовать не политическими методами, а духовными – молитвой, постом, разъяснением людям, что они должны сопротивляться мирным путем. То есть таким, который может привести к лучшему, к добру. Потому что добро именно победит зло, и именно это лозунг нашей христианской церкви. Потому что все эти выступления людей, их даже не можно назвать политическими, они больше социальные, это ответ на тот гвалт, на ту силу, которую применяет власть к своему народу. Поэтому мы поддерживаем в этом духовно наш народ. Скажите, как принималось решение предать Лукашенко анафеме, и как на это отреагировала ваше паство? Ну, мне пишут многие люди, и так само многие из Беларуси, я читаю комментарии. Я еще не прочитал ни одного комментария, скажем, против этой анафемы. Например, вот на Харте 97, там уже больше ста, я прочитал реакции людей. Также верники, конечно, понимают, что это очень тяжелый, беспрецедентный фактор самой анафемы. Но понимают, что другого выхода уже мы не имеем. Потому что уже повинна церковь как-то определиться к действиям своих властей. И определиться, кто есть кто. Кто есть от Бога, кто есть от Лукавого. Если Александр Лукашенко от Лукавого, правильно ли я понимаю, что он теперь уж точно не попадет в рай? Ну, учение церкви так говорит, но еще есть возможность у каждого человека покаяться. Он может покаяться перед церковью, перед своим народом. Мы знаем, когда Христос был распятый, и возле него было распято два разбойника, которые в жизни ничего хорошего не сделали, только убивали, грабили. Один из них признал Бога и раскаялся перед Ним, и вошел в рай. И даже Христос сказал ему, что ты первым попадешь со мной в рай, войдешь в рай. То есть то, что даже не смогли получить, скажем, пророки Илья или Моисей, а этот, видимо, разбойник получил. Только благодаря раскаянию. Бог всегда принимает грешников. Такая же история. Либо покаяние, либо в ад. Правильно я понимаю? Ну да, это для всех людей, не только для него. Это относится ко всем людям, которые живут на земле. Или они каются перед Богом в своих грехах. Или уже попадают в другую жизнь, и там уже исправить ничего нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!